Привет дорогие друзья, подписчики моего канала Salesmania и посетители. По многочисленным просьбам моих клиентов была добавлена кнопка перенос остатков в мой файл учета товара движения при помощи сканера баркода и таблицы Excel. В результате, что мы имеем? Сейчас вы посмотрите это видео, которое дальше будет. А кратко вам скажу, что если целый день вы продавали товар, у вас происходило минусование складских остатков и от них отнимались продажи, то вам теперь не надо скрупулезно СКЮ за СКЮ переносить остаток. Я ввел кнопку перенос этих остатков. Соответственно одним нажатием вы актуализируете складские остатки вечера с тем расходом, который у вас был в течение дня. Таким образом, на утро, когда вы будете открывать новый день для работы с этим файлом, у вас остатки утра будут совпадать с остатками, которые вам остались вечером. Пожалуйста, посмотрите это видео, это будет очень интересно и эффективно. Если у кого-то есть знакомый, который занимается данным видом деятельности, это складская логистика, это учет товара в магазине, небольшие магазины, в которых нет ни 1С, ни ВМС, ни каких-либо других учетных программ. В Excel все спокойно фиксируется и вы будете получать от данной работы только удовольствие, без ошибок, без пересортов, без муторных инвентаризаций и так далее. Смотрите. Привет, это Salesmania. Узнаешь что-то новое, подпишись, расшарь и лайкни. Не жлобся на подписки и не держи информацию в себе, как делаю я, я со всеми делюсь. По многочисленным просьбам я добавил кнопку, которая оптимизирует вам в работе процесс обновления остатков на окончании рабочего дня и я вам хочу показать, как это работает. Сейчас на этом листе сравнения у нас есть, видите, добавленная кнопка «Перенести остатки». Что нужно сделать для работы в этом направлении? Показываю. К примеру, сегодня у нас начался рабочий день и мы сейчас будем сканировать товар. Вот подошел к нам покупатель, первый за сегодняшний день, мы нажимаем «Новый чек» и он покупает, допустим, чистящее средство для кухни. Вот он купил. Все хорошо. На листе «Итоги» вы видите, отмечена эта покупка. Чистящее средство для кухни, одна штука, 15 рублей. На листе «Сравнение» от 10 штучек на остатки этого чистящего средства у нас осталось на складе 9 штук. Хорошо. Мы видим, что подходит второй покупатель. Мы нажимаем «Новый чек», появляется чек номер 2. И этот человек хочет купить чистящее средство для духовок и микроволновок, но уже не одну штуку, а сразу 5 штук. Нам, чтобы каждый раз не пикать по 5 штук, мы нажимаем вот эту кнопку. Возвращаемся на ячейку «Начало работы с покупателем» и нажимаем на штрих-код этого товара и отмечаем. Видите, у нас курсор остановился на ячейке E4 и он как бы призывает отметить то количество, которое берет покупатель. Вот он взял у нас 5 штук. Как мы видим, цена его 14 рублей, но он 5 штук этих перемножил на 14 рублей и у нас сумма результирующая получила 70 рублей. Если он покупает какую-то одну штучку, нам нужно вернуть в рабочее состояние подсчета по одной. И, допустим, он покупает еще мыло манго. Вот он купил. Все, если мы перейдем на лист сравнения, мы видим, что каждая SKU, которая была куплена покупателем, отмечается, причем минусуется то количество, которое взял покупатель. Видите, здесь было 5. Он купил от 10 отнять 5. Остается 5 штук на складе. Переходим на лист итоги. Мы видим, что второй покупатель купил 2 номинования товара, 5 штук средства для микроволновок и 1 штуку жидкого мыла. Переходим дальше. Ждем следующего. Вот приходит следующий покупатель. Мы опять чек 3. И, допустим, он берет всего по одной штуке. Вот у вас купил он все по одной штуке. А для данного SKU, который вот последний мы сейчас отметили, у нас вдруг появилась надпись, для данного штрих-кода имеется несколько SKU. Хотите выбрать? Да. В каком случае это происходит? Вот посмотрите. Здесь под одним и тем же баркодом обозначено одно и то же SKU, но одно из них в старой упаковке. Ну, бывает, производители иногда меняют упаковки, делают новый дизайн, ребрендинг и так далее. Но, бывает, они и штрих-код не меняют, чтобы продукт не путался. Внутри содержание продукта то же самое. Просто поменялся внешний вид упаковки. И раньше он стоил 4 рубля, а сейчас он стоит 6 рублей. Вы должны выбрать визуально, какая у вас упаковка. Это старая либо новая. Допустим, уже новая. Отмечаете новую упаковку. Нажимаете кнопку ОК. И здесь же на остатках склада тоже должны списать именно новую упаковку. И нажали. Таким образом у вас произойдет адекватное списание товаров по каждому виду продукции. Если вы пойдете на лист сравнения, то у вас, видите, вот это вот в новой упаковке списалось, а старая упаковка, она осталась нетронутой. И так далее. Вы продолжаете работать в течение рабочего дня. Все это накапливаете. Четвертый, пятый, шестой и так далее. И затем, когда у вас заканчивается рабочий день, у вас же остатки на складе поменялись. Вот это количество у вас купил покупатель. Первый, второй, третий. Есть здесь вот разница. И нам необходимо остатки, которые у нас сейчас на складе должны быть, перенести для следующего рабочего дня. Вот как раз для этого и существует кнопка перенести остатки. Но сейчас я ее нажму. Посмотрите, что произойдет. Информационная запись появилась. После переноса остатков помните, что для продолжения корректной работы необходимо очистить информацию на вкладке данные. Что мы сейчас и сделаем дальше. Нажимаем кнопку ОК. Остатки части таблицы перенеслись на остаток склада. Мы идем на лист данные. И вот эти все данные мы просто удаляем. И здесь ставим чек номер 0. И возвращаемся на ячейку начала рабочего дня B3. Так вот, 0 мы оставляем до того, чтобы завтра уже начать у нас работать с новыми остатками. И закрываем эту таблицу. Таким образом, у нас на следующее утро перенесутся те остатки, которые сейчас на складе остались по окончании рабочего дня.